Здравия желаю, уважаемые гости и подписчики! Представляем вам вечный светильник, ребята, на 24 светодиода. Видите, как ярко. Вот освещает стол, клавиатуру освещает отвертки, то есть яркий. Всё освещает. Свет в комнате выключен, а в комнате яркое светло. Работает он на нулевом потреблении. То есть это, ребята, вечный светильник, вечный двигатель, значит, второго рода. Сколько взял, столько и вернул. То есть в итоге токи уравновешены. Сейчас я вам покажу. Вот, ребята, счётчик. Под светим светильником. Видите? 0,0 ватта. То есть расход, ребята, нулевой. Что применяем? Применяем, ребята, вот такое зарядное устройство. 5 вольт, 0,12 ампера. Сейчас я покажу схему этого устройства. И любой, ребята, может это сделать. Любой. Сейчас покажу схему. Итак, схема, ребята, схема устройства. Вот так отвернём светильник, чтобы не слепило. Схема устройства. Мною уже лично зарисована. Итак. Светодиодный светильник, 24 светодиода. Вот он. Далее. 5 вольт. Зарядное устройство. 5 вольт, 0,12 ампера. В итоге, ребята, светильник светит и довольно ярко, как вы видели. А расход 0 ватт. То есть это вечная система, вечный светильник, вечного двигателя второго рода. Сколько взял и столько вернул. Итоги. Почему, ребята, токи в нём уравниваются? Потому что светодиод пропускает ток в одну сторону. И обратного тока нет. Он взял и светит. А раз нет обратного тока, нам достаточно подыскать маломощный, ребята, маломощный источник питания, который будет давать. Он дал чуть-чуть, и он светится на нём. Всё. Расхода нет. Назад, ребята, токи не идут. Поэтому не вызывает ещё более токи отсюда. И в итоге расход ноль. Благодарю вас за внимание. Всем удачи. И стального богатырского железного здоровья.